Здравствуйте, друзья! Думаю, все уже знают, что недостаток йода весьма скверно сказывается на здоровье. Дело в том, что он вызывает снижение функции щитовидной железы, а она управляет всем нашим обменом веществ, и это, в свою очередь, вызывает много разных болезней. На этом основании многие блогеры убеждают вас, что йода, как и водки, много не бывает, и призывают вас есть водоросли каждый день и побольше, потому что водоросли – это прекрасный источник органического йода. И этим, как ни странно, наносит весьма серьезный вред вашему здоровью, потому что избыток йода, как это ни странно, несравненно более опасен, чем его недостаток. В этом видео, в качестве печального примера, я расскажу вам о двух случаях, в которых передозировка водорослей перевела к весьма серьезному ухудшению здоровья, а в одном из случаев даже потребовала многомесячного лечения. Но такая кратковременная и сильная передозировка, как ни странно, даже менее опасна, чем длительный и небольшой избыток йода, который подспудно вызывает еще большее количество болезней. Поэтому, как вы видите, в случае с йодом нужно пройти по очень тонкой грани, буквально по канату между недостатком и избытком, и вот в этом случае вы и будете здоровы. Давайте разберемся сегодня в том, могут ли водоросли являться таким надежным и полезным и безопасным источником йода, ведь их существует много десятков разных видов, и нам необходимо поделиться в том, какие именно водоросли и в каком количестве можно есть, потому что в каждом из видов водорослей разное количество йода. И сегодня мы на основании двух десятков исследований выведем с вами 10 научно обоснованных рекомендаций употребления водорослей. Для этого мы с вами сначала разберемся с тем, чем избыток йода опаснее его недостатка. Затем мы определим с вами, сколько именно йода находится в разных видах сушеных водорослей, и выберем те 6 из них, которые являются безопасными, и определимся с теми дозировками, количествами этих водорослей, которые нужно съедать, чтобы получить дневную дозу йода без его превышения или недостатка. И параллельно мы узнаем с вами то, сколько нужно есть морской капусты, ламинарии для получения безопасной дневной дозы йода, служат ли источником йода так называемые микроводоросли, хлорела и спирулина, выясним то, насколько органический йод в водорослях полезнее йода из обычных добавок, и можно ли ориентироваться на то огромное количество водорослей и йода, которые потребляют японцы и корейцы, как на идеал. И, наконец, здравствуйте, зовут меня Макс Погорелый, я дипломированный нутрициолог с кандидатской степенью, и моя программа называется «Обман веществ», поскольку в ней мы под девизом «Больше знаешь, крепче ешь», развеиваем мифы и фейки о питании, а вокруг водорослей мифов и фейков как раз накручено больше, чем нужно. Поехали! Сегодня, как впрочем и всегда в моей программе, отделять мух лжи от котлет правды мы будем с вами, основываясь на результатах только научных исследований. Сегодня их 19, номер каждого исследования будет стоять на соответствующем слайде, а список всех научных исследований вы видите сейчас на экране и сможете скачать по специальной ссылке в самом конце описания к этому видео. В процессе нашего расследования мы сделаем с вами 10 выводов и рекомендаций, все они будут на таком вот фиолетовом фоне, и я каждый раз буду говорить о том, что это вывод или рекомендация, и рекомендую их фотографировать для того, чтобы вы дальше могли использовать их как руководство к действию и рассказать о ваших открытиях вашим родным и близким. Для вашего удобства я, кроме этого, собрал еще все рекомендации этого видео на одной специальной иллюстрации, и вы можете получить эту иллюстрацию, инфограмму, перейдя по ссылке в чат, которую вы найдете в описании к этому видео. Вы можете писать мне в любом удобном вам мессенджере по этой ссылке. Получить эту инфограмму вы сможете за небольшую, посильную для каждого донацию, и таким образом сможете поблагодарить меня за полезную информацию и поддержать мой канал. Спасибо большое. Инфофантазеры в интернете представляют вам водоросли как природную и поэтому абсолютно безопасную добавку йода. Буквально ешь не хочу, но жизнь очень жестко опровергает эти фантазии, и, к сожалению, ценой здоровья очень многих людей. В медицине описаны десятки тысяч случаев перебора водорослей, которые вызвали избыток йода, и это привело к существенному ухудшению состояния и щитовидной железы, и всего организма в целом. В качестве примера того, к чему может привести даже небольшая передозировка водорослей, я приведу вам случай, который описан в одном научном исследовании. Это называется «Case Report». Некая дама решила похудеть и заказала себе из службы доставки еды регулярную доставку безопасной, полезной и низкокалорийной японской пищи. Преступление ли это? Да никоим образом, но эта дама была серьезно наказана. Эта женщина оказалась весьма чувствительной к йоду, поэтому всего через 10 дней после того, как она ела японскую еду, она попала в больницу с диагнозом «гипертиреоз», то есть избыточное производство гормонов щитовидной железы. У нее был очень повышенный пульс, 90 и больше, температура, у нее дрожали руки, была бессонница, и при пальпации, то есть при нажиме, щитовидная железа болела. Понятное дело, что к водорослям японской кухни эта женщина больше не прикасалась, но гипертиреоз длился у нее целых 2 месяца, а затем наступил гипертиреоз, то есть недостаточное производство гормонов щитовидной железы, которое длилось 3 месяца, и ей пришлось провести эти 3 месяца, принимая синтетические гормоны, и только после этого состояние ее щитовидки наладилось. На основании этого исследования ученые рекомендуют всем, кто начинает употреблять большое или хотя бы существенное количество продуктов богатых йодом, учитывать возможность ухудшения состояния щитовидной железы даже при небольшой их передозировке. Насколько же сильно превысила эта дама безопасное количество йод? Для взрослых безопасное количество йода определены как 150 микрограммов в день. В своей японской диете она получала 1800 микрограммов в день, то есть чуточку больше, чем 12 дневных норм, и это уже привело к такому весьма серьезному ухудшению здоровья. Японцы при этом, или корейцы, употребляют чаще-меньше все-таки, но иногда даже и больше йода из своей ежедневной пищи, и при этом, скажите вы, с ними ничего не происходит. На самом деле это не совсем так, и в чем состоит этот большой японский секрет, мы с вами узнаем в конце видео. Как вы уже, наверное, догадываетесь, одной из частей разгадки японского секрета является то, что европейцы непривычны к такому большому потреблению йода, которому японцы и корейцы приучаются буквально поколениями. Поэтому у тех европейцев, которые начинают употреблять избыточное количество йода, это часто приводит к нарушению работы щитовидной железы и вызывает множество заболеваний, включая гипотериоз, уменьшенное производство гормонов щитовидки, гипотериоз, повышенное производство этих гормонов, аутоиммунный тиреоидит, то есть состояние, при котором организм сам уничтожает щитовидную железу, и она вообще перестает работать, и образование зоба. Для тех, кто не знает, зоб это увеличение щитовидной железы в тех случаях, когда она теряет свои способности производить гормоны, и организм тщетно пытается компенсировать потерю качеством, увеличением объема. И, как показывают научные исследования, даже небольшое превышение дневной нормы йода в 2-3 раза, если оно длится достаточно долго, может увеличить риск образования зоба в 2 раза. Причем, чем большее количество йода превышает допустимые дневные нормы, тем больше увеличивается риск возникновения зоба, как вы видите из этого графика, на котором запечатлены результаты нескольких исследований, которые все показали одно и то же. Если вы превышаете потребление всего в 2 раза, в 300 микрограммов в день, то риск образования зоба существенно увеличивается. Постоянное и даже не очень большое превышение количества йода в пище может приводить и к другим болезням. Например, как показало вот это исследование, чем больше йода сверхдневной нормы, даже уже свыше двух дневных норм, употребляете, тем сильнее повышается уровень сахара, глюкозы в крови, тем больше давление, тем выше поднимается уровень плохого холестерина, и тем сильнее снижается уровень холестерина хорошего, что, понятное дело, повышает и риск диабета, и риск всех сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя, казалось бы, большое дело, ну, начали есть водоросли на постоянной основе, и постоянно, понемножку, переедаем йода сверх положенных норм. Ну, и это еще не все. Дело в том, что если повысить количество потребляемого йода человеком, который привык жить в условиях йода-дефицита достаточно существенно, то это может вызвать очень опасное воспаление щитовидной железы, которое называется экзофтальмический зоб, и которое может привести и к смертельным исходам. И об этом почему-то никто из зож-фантазеров вас предупредить даже не удосуживается. Возникновение экзофтальмического зоба связано с резким и внезапным повышением количества йода, к которому организм просто не успевает адаптироваться. И это может возникнуть не только на фоне употребления водорослей, но и на фоне употребления синего йода, который тоже истово рекомендует зож-фантазера. Если вам, кстати, интересна тема синего йода, то ставьте, пожалуйста, плюсик в комментариях и пишите синий йод, и я сниму такое видео. А мы с вами, друзья, можем сделать наши выводы 1 и 2. Фотографируйте, пожалуйста. Вывод номер 1 состоит в том, что как недостаток йода, так и чрезмерное его потребление даже в течение не очень длительного времени может привести к снижению функций щитовидной железы, что повысит риск появления зоба, а также может увеличить давление, уровни сахара и плохого холестерина и вызвать другие заболевания, которые связаны со снижением функций щитовидки. И вывод номер 2, чрезвычайно важный, состоит в том, что если у вас обнаружен недостаток йода, или вы без того, чтобы делать анализы, решили увеличить количество йода в вашей пище, то это нужно делать неспешно и не сразу, потому что у некоторых людей это может вызвать очень опасное и чревато иногда смертью воспаление щитовидной железы. Сколько же йода находится в разных водорослях и, соответственно, сколько разных, разного вида водорослей необходимо есть для того, чтобы не превысить безопасную норму йода и получить достаточное его количество. Прежде чем я отвечу на этот вопрос, я хочу сказать, что на самом деле наиболее полезным является получение всей вашей дневной нормы йода из обычных пищевых продуктов, и это тоже возможно. И если такая тема вас интересует, то тоже, пожалуйста, ставьте плюсик в комментариях и пишите йод и питание. И тогда я буду знать, что тема интересна и сниму такое видео. Ну, понятное дело, что я сниму его в том случае, если это первое видео о йоде наберет достаточное количество и просмотров, и лайков, потому что в противном случае просто нет смысла снимать видео о продукте, который интересует небольшое количество людей. Поэтому, если тема йода вам интересна, то, пожалуйста, поставьте лайк прямо сейчас. Ютуб любит, когда вы ставите лайки во время просмотра видео. Если вы еще не подписаны, то подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить, когда выйдет очередное видео о йоде. И я очень благодарен всем вам за эту небольшую поддержку. А также я благодарен тем людям, которые делают возможным выходы таких больших, детальных и сложных видео. Это мои слушатели и зрители, которые поддерживают канал на Патреоне на постоянной основе. Благодаря моим донаторам и существует мой канал. И помимо этого, я очень признателен Владимиру, который, как всегда, пожелал остаться полуинкогнито. Это постоянный спонсор канала, который поддерживает канал уже много лет и которому я очень за это благодарен. Итак, для того, чтобы пройти по тонкому канату между избытком и недостатком йода, давайте определимся в том, сколько йода находится в разных водорослях. Это сделать, в принципе, очень легко, потому что научных исследований, которые это определяли, предостаточно. Несмотря на то, что водорослей продается много десятков видов, но я по результатам этих исследований нашел всего 6 разных видов, употреблять которые безопасно, потому что, если вы едите эти виды водорослей, то вы не рискуете превысить максимально допустимую норму. Вот на этой диаграмме, друзья, вы видите то, сколько йода находится в одном грамме разных видов сушеных водорослей. И я выделил вам 6 видов, в которых находится йода достаточно много, чтобы покрыть ваш недостаток йода и недостаточно много, чтобы вам нужно было употреблять какие-то мизерные количества, чтобы не превысить безопасных уровней. Справа, красным цветом, я выделил столбик с ламинарией. Это так называемая морская капуста, которую чаще всего у нас продают и в аптеках, и в БАДах, и в сушеном виде, и в консервированном виде, и в которой, как вы видите, йода очень и очень много. И для вашего удобства я перенес вот в эту таблицу названия и те количество водорослей, которые дадут вам одну дневную норму йода 150 микрограммов в день. И как видите, эти количества, во-первых, очень разные, и во-вторых, они весьма небольшие. Так называемый ирландский мох, который у нас достаточно широко продается, его можно употребить 10 граммов. Нори, те самые водоросли, пластинками, которые обычно заворачивают суши, содержит дневную норму йода всего в 8 граммах. Морские спагетти приблизительно в 4 граммах. Красная водоросль дульце, называется она, или дульсе, в 1,3 грамма содержится дневная норма йода. Фукус пузырчатый, те самые практически 1,3 грамма. Водоросли вакамы, это темно-зеленые водоросли, полосочками, которые тоже очень часто продаются в сушеном виде. Так вот, их для получения дневной нормы йода необходимо съесть всего-навсего 0,87 грамма. А водоросли фукус сиратус, вы можете съесть чуточку больше чем полграмма и это уже покроет всю вашу дневную потребность в йоде. Вы можете по названиям этих водорослей посмотреть то, как они выглядят. Они все есть в интернете и легко определиться с тем, какое количество купленных вами водорослей вы можете безопасно съедать. Лабинария, еще раз обратим внимание, совершенно не является безопасной водорослью в сушеном виде, потому что дневная норма йода содержится в 0,03 грамма ламинарии. Это количество, которое вообще невозможно взвесить ни на чем, кроме лабораторных весов. Однако, друзья, и тут еще мы не попали с вами в нужное количество йода, потому что мы получаем йод не только из водорослей. Как показало вот это исследование, от 50 до 80 процентов всего йода из пищи жители Европы получают из самых обычных пищевых продуктов. Из молочных, рыбы, зерновых, яиц и мяса. То есть, обычное питание на самом деле покрывает от половины до 80 процентов дневной нормы в йоде. И поэтому, если вы решите покрывать недостаток йода именно водорослями, а в этом видео мы определимся с вами стоит ли это делать вообще, то в этом случае вам нужно разделить эти количества, которые я только что огласил, на два, потому что вам необходимо будет получать из водорослей только максимум половину вашей дневной нормы йода. И, друзья, еще на одну вещь обратите внимание. Для большинства сушеных водорослей, а большинство людей покупает водоросли именно в наиболее удобном сушеном виде, так вот, для большинства сушеных водорослей безопасные нормы это даже не граммы, а доли граммов. И поэтому, когда всякого рода доктора Берги, извините за организм, втуляют вам о том, что водоросли являются прекрасным источником микроэлементов, витаминов, незаменимых аминокислот и омега-3, то они бессовестно вам врут, потому что из тех мизерных количеств водорослей, которые вы можете есть безопасно, вы получите, соответственно, абсолютно мизерное количество витаминов, микроэлементов и омега-3. А в тех научных исследованиях, в которых ученые используют водоросли для улучшения здоровья и в которых водоросли употребляются в десятками граммов, эти водоросли всегда избавлены от избытка йода и только вот в этом случае вы можете получить из водорослей весьма много и весьма полезных ингредиентов. На свывод номер 3 соответственно звучит так. Большое количество йода делает морские водоросли бесполезными в качестве источников минеральных веществ, витаминов, омега-3 и аминокислот. Ведь безопасное и полезное количество водорослей не превышает нескольких граммов или даже долей грамма. И в таких количествах водорослей полезных веществ тоже оказывается мизер. Друзья, я с трудом представляю себе человека, который сидит и взвешивает себе например 0,6 грамма фукуса пузырчатого. Я думаю, что такой человек скорее всего захочет употреблять водоросли в уже взвешенном виде с точно определенным количеством йода. Например, в бадах. Да, конечно, друзья, надежды юношей питают, отраду взрослым подают, как сказал поэт. И другой поэт начертал оставь надежду всяк сюда входящий на вратах ада. Так вот, друзья, мир биологически активных добавок бадов это те самые врата ада, перед которыми нужно оставить надежду на то, что эти бады будут действительно тем, на что вы рассчитываете. Ученые взяли несколько десятков разных видов водорослей. На этой табличке я показал только часть всего этого набора и проанализировали то, сколько йода реально находится в заявленной дозировке, которая была объявлена как полезная, и сколько йода было написано на этикетке. Так вот, оказалось, что кроме двух случаев на этикетке всегда было написано или существенно больше йода, чем в реальности находилось в водорослях, или гораздо меньше его. То есть, в лучшем случае вы употребляли бы какие-то бады из водорослей, недополучая йода, а в худшем, как, например, в случае с капсулами рок-вида, вы бы употребляли указанное количество, рассчитывая получить дневную норму, а получали бы их целых шесть, что уже весьма небезопасно. В случае же с ламинарией, обратите внимание, количество йода на упаковке этого бада было вообще не указано, и, как подсчитали ученые, йода в этой ламинарии было 3700 дневных доз в одной рекомендованной норме, которая была написана на упаковке. Совершенно неудивительно поэтому, друзья, что второй наш случай отравления произошел именно ламинарией. В нем женщина для похудения употребляла 6 капсул по 200 миллиграммов, это 1,2 грамма сушеной ламинарии в день. Через два месяца у нее появились те же самые признаки гипертериоза, повышенный пульс, дрожание рук, пропал сон, появилась температура, и эти признаки делились целых два месяца и после этого исчезли, и у этой женщины к счастью не образовался гипотериоз, то есть не снизилось производство гормонов щитовидки. Поэтому, друзья, БАДам водорослей, что бы там ни было написано на этикетках, верить тоже нельзя ни в коем случае. И, кстати, тем, кто любит растительные БАДы, я рекомендую посмотреть мое отдельное видео о БАДах, там очень много интересной информации о том, как фальсифицируются БАДы, как приблизительно в трети всех продаваемых БАДов вообще нет заявленных ингредиентов, и еще очень много другой, весьма разочаровывающей и расхолаживающей употреблять БАДы информацией. Ссылка на это видео в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. А что насчет морской капусты в баночках, консервированной морской капусты или той, которую продают в виде готового салата в кулинариях? В ней тоже есть йод, но в силу обработки этого йода к счастью гораздо меньше. Для получения дневной дозы йода 150 микрограммов необходимо съесть от 2,5 до 10 граммов консервированной морской капусты ламинарии. От 2,5 до 10 это разбег в 4 раза. И это количество было рассчитано, когда ученые определяли, сколько же йода содержится в разных видах консервированной ламинарии. Поэтому на самом деле угадать то, сколько йода будет в конкретной вашей банке ламинарии, даже если это один производитель, даже если он написал что-то на этой баночке, это тоже, к сожалению, совершенно невозможно. Ну и напомню то, что из водорослей и любого рода других добавок не рекомендуется получать больше, чем половина дневной нормы йода, поэтому эти 2,5 и до 10 граммов тоже нужно обязательно наделить пополам. Еще одним большим минусом для водорослей как источников йода является то, что даже те количества, которые я показал вам на основании научных исследований, это очень усредненное количество. Дело в том, что водоросли это природный продукт, и количество йода в них очень сильно меняется даже для одного вида водорослей, одного и того же производителя, поскольку оно зависит от времени сбора урожая, от той части водорослей, которую вам запаковали в пакетик, от того, какой это пакетик, если это бумажный, то йод из него быстро выветривается, и от того, в каком месте хранили эти пакетики, влажном или сухом, холодном или теплом, при солнечном свете или в полной темноте. Более того, даже то, как вы готовите уже купленные водоросли, весьма существенно влияет на количество йода, потому что, как показало еще одно исследование, если вы просто отвариваете водоросли, то 99% того йода, который в них находится, просто переходит в воду, и существенная часть его еще и улетучивается при варке. Соответственно, друзья, ученые сделали во многих исследованиях выводы о том, что любые продукты, которые содержат морские водоросли, являются ненадежным источником йода, поскольку включение таких продуктов в рацион может создать риск потребления чрезмерного количества йода, с чего мы и начали наше сегодняшнее расследование. Наш вывод номер четыре, соответственно, звучит так. Морские водоросли даже одного и того же вида и одного и того же производителя могут содержать во много раз различающееся количество йода. И на это количество влияют условия сбора, сушки, хранения и приготовления водорослей. Поэтому вы никак не можете угадать, сколько именно водорослей вам нужно будет съесть, чтобы получить йода достаточно, но не с избытком. Вывод номер пять. Даже если употреблять водоросли в виде добавок, на которых указано количество йода в одной порции, то в большинстве случаев указанное количество йода не соответствует действительности. Поэтому снова же вы не сможете угадать, сколько добавок водорослей вам съесть, чтобы получить достаточно, но не с избытком йода. Ну что ж, друзья, я вижу уже разочарование и вопрос в ваших глазах и понимаю, что подошло время подумать, а стоит ли вообще есть водоросли. Есть ли в йоде из водорослей что-то такое супер необычное и особенное, что побуждает всяких зож-фантазеров так истого ратовать за потребление водорослей. Может быть, в водорослях действительно есть тот самый специфический органический йод, который усваивается гораздо лучше, чем йод из пищевых добавок и поэтому блогер Виталий Островский так пропагандирует есть именно водоросль. Какой йод вообще нам выбрать? Органический из каких-либо продуктов или неорганический из добавок? Каждый на самом деле имеет свои плюсы и минусы и я думаю, что в случае с йодом необходимо соблюдать тот самый тонкий баланс между йодом в продуктах и йодом в различных добавках, включая водоросли, которые нужно соблюдать и при употреблении всех остальных продуктов и при составлении вашего сбалансированного рациона. Ведь, как вы уже поняли, количество йода в вашей пище напрямую зависит от того, сколько продуктов, которые содержат йода достаточно много, находится в вашем рационе. И для того, чтобы понять, насколько ваш рацион вообще сбалансирован, я создал специальный бесплатный онлайн-тест. Пройти его очень легко. Этот тест поможет вам узнать, насколько ваше питание сбалансировано по шести основным параметрам полезности и для того, чтобы пройти этот тест, вам нужно просто-напросто нажать на ссылку, которая находится в описании к этому видео. Вам выскочит вот такое вот окошко, в котором вам будет предложено пройти тест в одном из удобных для вас мессенджеров Viber, WhatsApp или Telegram. Там вы отвечаете на 32 простых вопроса и в этом же мессенджере получаете наши выводы о том, насколько сбалансирован ваш рацион по шести параметрам полезности и если ваш рацион окажется несбалансированным, то мы также порекомендуем вам какие в вашем случае анализы необходимо сдать для того, чтобы понять ухудшил ваш неправильный рацион ваше состояние здоровья или, будем надеяться, пока не ухудшил. Если состояние вашего здоровья или вес, или энергичность, или состояние кожи оставляют желать лучшего, то вам рекомендовано будет, понятное дело, поменять рацион. Вы сможете сделать это и сами. В моих более чем 150 видео, которые есть уже сейчас на канале, я дал все абсолютно необходимые рекомендации, которые уже помогли многим тысячам людей изменить их рацион и добиться прекрасных результатов. Сбросить вес, повысить энергичность, улучшить сон, улучшить внешний вид и так далее. Если же у вас нет времени или вы хотите поручить составление вашего рациона профессионалу, то, пожалуйста, обращайтесь. В том же самом чате мы предложим вам составить ваш индивидуальный сбалансированный рацион, который мы рассчитываем под ваши потребности, повысить вес или снизить вес, под ваши болезни. Мы его рассчитываем из в основном тех продуктов, просто меняем соотношение, которое вы уже привыкли есть, для того, чтобы вам этот рацион был вкусен и такой рацион поможет вам быстро достичь ваших целей. Чем мои рационы отличаются от других? А прежде всего тем, что я рассчитываю их по строго определенным параметрам полезности. По целым 14. Обычно диетологи считают рационы по 4 параметрам белки, жиры, углеводы и калории. И это все. Я добавляю к этому еще 10 научно определенных параметров полезности. Вы видите их сейчас на экране и именно это и позволяет пошить ваш рацион как хорошо сделанный костюм. Четко по вашей фигуре, причем по той новой фигуре, которую вы рассчитываете с помощью этого рациона получить. Поэтому, друзья, нажимайте на ссылку, проходите тест или сразу без теста вы можете там же задавать все интересующие вас вопросы и там в этом чате в удобном для вас мессенджере я и отвечаю. А мы возвращаемся с вами к Виталию Островскому, ярому пропагандисту водорослей и пропагандисту пользы йода, который утверждает, что в водорослях йод находится в особой органической форме и поэтому такой йод это главная пища для нашей щитовидной железы. Правда ли это, друзья? На самом деле нет. Господин Островский просто врет. Дело в том, что научные исследования показали, что биодоступность, то есть усвояемость йода из различных водорослей колеблется от 50 до почти 100%. И чем больше в конкретной водоросли именно неорганического йода, тем выше биодоступность йода из конкретных водорослей. Потому что йод в органической форме находится связанным и он тяжело выделяется нашим организмом и поэтому плохо усваивается. На самом деле неорганический йод из обычных добавок, например, тех самых, которыми йодирует соль, усваивается почти на 100% в отличие от любого органического йода. Поэтому Виталий Островский, как в общем и во всем его видео о водорослях, просто врет. И это фиксирует наш вывод номер 6. На количество йода, которое вы получите из водорослей, влияет биодоступность йода. Она может различаться для разных видов водорослей в 2 раза и составлять от 50 до 100%. Причиной тому является то, что йод из органических соединений в водорослях имеет гораздо более низкую биодоступность, чем неорганические формы йода из тех же водорослей или добавок. Это, друзья, еще больше усложняет ответ на вопрос, сколько же нам нужно съедать водоросли. И на этот вопрос на самом деле ни Виталий Островский, ни раскрученнейший псевдо доктор Берг не дали ответа вообще и никому. Я специально почитал комментарий под видео Берга с призывом ешьте водоросли, там люди напрямую спрашивают, можно ли переесть нори, например, каждый день есть по 6 листов, или какова суточная норма сушеных водорослей. Там есть даже вопрос о детях, потому что в этом видео Берг говорит о том, что водоросли можно давать и детям, и это очень полезно. Зритель спрашивает, так сколько именно немножко можно маленьким детям, и какая дозировка для разных водорослей? И ни на один из этих вопросов Берг не дал ответа, друзья. И вот эта безответственная рекомендация давать водоросли маленьким детям может обернуться большой бедой, потому что организм детей еще недостаточно сформирован, и он не может, так как организм взрослых, он не может настолько хорошо справляться с избытком йода. Да, я не буду спорить, что детям йод крайне необходим, потому что их организмы развиваются, но йода детям тоже нельзя переедать. Дневная норма йода для детей от 1 до 8 лет это 90 микрограммов, то есть в полтора раза меньше, чем у взрослых, а детям от 9 до 13 лет рекомендуется употреблять 120 по сравнению со 150 микрограммами в день. Так вот, друзья, если давать детям водоросли каждый день, то, понятное дело, можно в несчастном случае легко перебрать безопасную дозу йода, и исследования показали, что если ребенок в течение длительного времени, а длительно это буквально месяц, два, три, получает около 500 микрограммов йода, то есть всего-навсего, друзья, в шесть или в четыре раза больше дневной нормы, то это приводит к увеличению объема щитовидной железы, что является ранним признаком дисфункции, то есть нарушения работы щитовидной железы. Поэтому детям йода переедать категорически нельзя, и поэтому водоросли, которые, как мы уже выяснили, вообще не являются надежным источником йода, детям лучше не давать. Но раз с йодом все так сложно, и нужно взвешивать вот эти буквально аптечные количества йода, то может быть просто есть его больше, но раз в несколько дней, как и рекомендуют многие. На самом деле, друзья, эта идея вообще тоже беспочвенна, потому что йод очень быстро выводится из организма, как показали научные исследования, если вы съели йода больше, чем дневная норма, то приблизительно 90% этого йода выведется из организма в течение 12-24 часов, то есть за сутки. Дело в том, что избыток йода совершенно, как вы уже поняли, не безразличен для организма, и организм быстро избавляется от этого избытка, и наши организмы как раз и настроены на то, чтобы получать йод в физиологически обоснованных нормах, в те самые 150 мг в день для взрослых, но каждый день и приблизительно в одинаковом количестве. Йод в организме не накапливается. Организм производит гормоны щитовидной железы и сохраняет их, и если наступает недостаток йода, то организм может использовать эти гормоны и их хватает иногда до трех месяцев. А если йода с пищей поступает больше, то организм прилагает все усилия, чтобы йод убрать, потому что йод все-таки для нас достаточно токсичен, если его много, как вы уже убедились, и в этом, друзья, и состоит наш вывод номер 7. Йод не накапливается в организме и его избыток выводится в течение 24 часов максимум. Поэтому бессмысленно употреблять йод раз в несколько дней, даже если вы употребляете больше, чем ежедневно рекомендованное количество йода. Это только перенапрягает щитовидную железу и почки, которые не выводят йод в дни употребления водорослей или большого количества йода из добавок и приводит к дефициту йода в последующие дни. Избыток йода опасен из абсолютно любого продукта. Даже тот самый синий йод, который вам описывается тем самым островским, как абсолютно безопасная органическая добавка йода на самом деле тоже может вызвать весьма сильное отравление и если я буду снимать видео о синим йоде, а если вы хотите, чтобы я ее снял, ставьте плюсик и пишите, пожалуйста, синий йод, то в этом видео я расскажу о конкретном случае отравления йодом моего зрителя, который просто послушался рекомендаций в интернете. ну и напомню, что если это видео действительно зайдет вам, зрителям, если оно наберет достаточное количество лайков и даст недостаточное количество подписок, то я буду понимать, что тема йода интересна и буду снимать и дальнейшие видео о синим йоде и о том, как можно получить достаточное йода из обычных продуктов питания. Помимо больших водорослей морских, есть еще и водоросли микроскопические, одноклеточные, которые так и называются микроводоросли. И в аптеках и в интернете часто продаются хлорелла и спирулин. Так вот, являются ли эти водоросли источником йода? Я нашел два научных исследования, которые показали, что в случае со спирулиной для того, чтобы получить достаточное количество йода одну дневную порцию, нужно съесть целых 100 граммов сушеной спирулины. А другое исследование показало, что хлореллы, другой микроводоросли, нужно съесть 50 граммов для получения той же самой дневной порции йода. На самом деле эти количества кажутся незначительными. Напоминаю, что речь идет о сухих водорослях и 100 граммов спирулины на самом деле это почти килограмм свежих водорослей. И в этом килограмме водорослей будет содержаться очень большое количество различных веществ и избыток некоторых из них может быть опасен. поэтому делаем вывод номер 8 о том, что и спирулина и хлорелла не являются значимыми источниками йода, поскольку для получения дневной дозы йода нужно съесть 100 граммов сухой спирулины или 50 граммов хлореллы, что уже может являться потенциально вредным. И, наконец, друзья, мы подошли с вами к тому вопросу, который, я думаю, мучает уже многих. Это большой японский секрет. Почему если избыток йода так действительно опасен, почему японцы и корейцы, которые по утверждениям блогеров буквально едят водоросли каждый день чуть ли не килограммами, почему они не помирают от дисфункции щитовидной железы. На самом деле исследования показали, что японцы и корейцы в среднем едят не так уж много водорослей. В среднем японцы съедают около 10 граммов водорослей на человека в день. И это уже готовые водоросли. То есть, если вы уберете из них воду, то это будет приблизительно около 1 грамма сухих водорослей. Причем существенная часть этих водорослей это нори, те самые, которыми оборачивают суши. И напомню, что для того, чтобы получить дневную дозу йода, нужно съесть целых 6,8 грамма нори. Поэтому японцы на самом деле, как показало это исследование, употребляют в среднем из водорослей не более 1000 микрограммов йода в сутки при, напомню, дневной дозировке в 150 микрограмм. Помимо этого, японцы едят еще много других продуктов с йодом. И по результатам некоторых других исследований японцы потребляют йода в среднем около от 1000 до 3000 микрограммов в день. 1000 микрограммов в день это 7 дневных доз, а 3000 микрограммов в день это 20 дневных доз. почему японцы не помирают при этом? Рассказок здесь, друзья, Во-первых, японцы никогда не едят водоросли просто так. Ну, точно так же, как и мы с вами, когда едим водоросли. Они обязательно едят водоросли в составе пищи, и эта пища содержит очень большое количество веществ, которые мешают щитовидной железе усваивать йод. Это так называемые зобогенные вещества, и это маниока, все крестоцветные, то есть брокколи, обычная капуста, китайская капуста цветная, капуста бокчой и бобовые, и особенно соя. Вот эти зобогенные продукты и смягчают избыток йода из водорослей. А во-вторых, друзья, это то, о чем, я думаю, большинство уже догадалось, японцы едят много водорослей из поколения в поколение, а наши организмы обладают, я имею в виду человеческие в целом обладают очень большой гибкостью. И, как показало еще одно исследование, если вы постепенно увеличиваете количество йода, то употребление его до 1000 микрограммов в день очень хорошо переносится большинством взрослых, поскольку щитовидная железа способна приспосабливаться к широкому диапазону поступлению йода из пищи и регулирует свое производство тиреоидных гормонов, то есть гормонов щитовидной железы, в соответствии с тем количеством йода, которые вы съедаете. Поэтому, если вы все-таки хотите употреблять столько йода, сколько едят японцы, то не нужно делать, как та женщина из первого примера, которая 10 дней ела японскую пищу и получила сначала гипотириоз, а потом гипотириоз и употребляла гормоны. Она лечилась 5 месяцев не потому, что ее организм слишком чувствителен к йоду. Если бы она постепенно увеличивала количество йода в пище и давала своей щитовидной железе время приспособиться, то вот тогда ее щитовидная железа очевидно не отреагировала бы так остро на японскую пищу. И именно поэтому я и рекомендовал вам в выводе номер 2 очень постепенно увеличивать количество йода в вашем рацион. Однако, друзья, приблизительно 10 граммов водоросли или от 1000 до 3000 микрограммов йода потребляют японцы в среднем. Кто-то ест гораздо меньше и этих людей весьма много, а кто-то ест гораздо больше. Тоже относится и к корейцам и японские исследования например напрямую показывают, что те люди, которые употребляют много комбу, комбу это японская ламинария, то есть японская морская капуста и она содержит йода приблизительно в 2 раза меньше, чем наша обычная тихоокеанская ламинария, которая продается в консервированных баночках или сухой в аптеках. Так вот, это исследование показало, что те любители комбу, которые употребляют больше 15 граммов водорослей в день и делают это на протяжении 2-3 месяцев уже существенно ухудшают состояние своей щитовидной железы, что приводит к увеличению териотропного того самого, которым мозг контролирует работу щитовидной железы. И когда эти любители комбу прекращали есть комбу, то для того, чтобы их организм вернулся к норме, требовалось иногда до 40 дней, то есть почти месяц. Поэтому в этом исследовании японские ученые рекомендуют всем японцам избегать большого потребления водорослей. А в Корее увеличение количества потребляемых водорослей вместе с ростом благосостояния населения увеличило существенно заболеваемость раком щитовидной железы за 12 лет с 1999 по 2011 год. И причиной повышения количества рака щитовидки как раз и было увеличение количества морепродуктов и водорослей, что привело к повышению количества употребляемого йода. так что и в Японии и в Корее на самом деле те люди, которые переедают водорослей имеют проблемы. Поэтому, друзья, мы с вами можем сделать наш вывод номер 9 о том, что щитовидная железа может приспособиться к потреблению йода, которая в 6-20 раз превышает рекомендованные нормы. Но для этого могут потребоваться годы или даже поколения, что и происходит у жителей Тихоокеанской Азии. И даже у них существенное превышение безопасных доз йода повышает риск рака и заболеваний щитовидной железы. Поэтому европейцам и жителям Америки нельзя ориентироваться на то потребление водорослей, которое привычно в Азии. Ну что ж, друзья, мы можем с вами наконец перейти к финальному выводу номер 10. Перед этим напомню вам, что все выводы я запаковал в одну иллюстрацию, в одну инфограмму и за небольшую посильную вы можете получить эти выводы в виде красивой и удобной для использования картинки. Поэтому для получения этой краткой выжимки, если вы хотите поблагодарить меня за полезную для вас информацию, пожалуйста, просто пишите в том самом чате, в котором вы проходите опросник и мы пришлем вам с удовольствием эту инфограмму. А перед тем, как мы сделаем с вами финальный вывод, я хочу напомнить вам о том исследовании, которое показало, что люди обычно потребляют от 50 до 80 процентов всего необходимого им йода из обычнейших пищевых продуктов. Молочки, рыбы, зерновых, яиц и мяса. Поэтому на самом деле, друзья, можно выстроить ваше потребление йода таким образом, чтобы вы регулярно получали 100 процентов необходимого вам йода без риска получить избыток йода из любого рода добавок, будь то водоросли или синий йод. И если вы хотите, чтобы я снял такое видео, то пожалуйста лайкайте это видео, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, делитесь этим видео с вашими друзьями и тогда если просмотров будет достаточно, я пойму, что тема достаточно горяча и сниму такое видео. А наш последний друзья, десятый вывод звучит неутешительно так. Морские водоросли являются ненадежным источником йода. Из них очень легко получить избыточно большие и потому опасные количества йода, причем вы не можете предугадать получите ли вы меньше йода или больше йода. Полезность водорослей в качестве источника витаминов, микроэлементов, омега-3, клетчатки и аминокислот сводится до нуля мизерными количествами водорослей, которые можно употреблять без риска передозировки йода. И поскольку из обычной пищи люди получают от 50 до 80 всего необходимого им йода, гораздо эффективнее и безопаснее правильно выстроить потребление йода из привычной и доступной еды и не заморачиваться и не рисковать с водорослей. На этой печальной я, честно скажу, вам ноте, потому что я до сих пор рекомендовал употреблять водоросли в составе моих сбалансированных рационов и теперь вычеркну эту рекомендацию и сам перестану есть водоросли и большое спасибо тому моему зрителю, который пожелал остаться полностью неизвестным и который заказал это конкретное видео и еще и видео о синем йоде. Поэтому, друзья, давайте не кормить медицину ухудшением состояния наших с вами щитовидок, а давайте улучшать наши щитовидки правильным питанием. Ну что же, как говорится, лучше поздно, чем никогда и будем благодарны вселенной или Богу за то, что мы с вами получили эту нужную информацию, за что я благодарю всех донаторов нашего канала, Владимира, постоянного спонсора канала и того человека, который заказал это конкретное видео. Спасибо ему большое, он вообще пожелал остаться неизвестным. А с вами был Макс Погорелый, программа моя называется Обман веществ и в ней мы целевым образом развеиваем мифы и фейки о питании и водорослей и оказались таким вот мифом и фейком. Спасибо вам большое за интерес и внимание и до скорых новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok